Девушки отдыхают — Художественная форма. Все, что создано человеком. — Образное оснасление действительности. — Образное объяснение действительности. — Оснасление. — Когда красиво. — Сделайте мне красиво. Эстетическое чувство. Еще что-нибудь? — Это тоже сделано руками человека, но не только имеет прикладное значение, но и мы начинаем ему придавать значение, которое не является функциональным, а является эстетическим. — Обратите внимание, тут есть очень интересная деталь. Я сегодня вспоминал уже куратора об этом. Эту деталь первым высказал однозначно Орланд Барт в своей работе знаменитой «Смерть автора» она называется. А все равно, что нарисует автор. Слепит, изобразит. Вот у нас есть скульптура, которая называется... Как называется это растение? — Борщевик. — Это борщевик и только. Его притащили сюда с корнями. В смысле засохший, но борщевик. Это, попадая в арт-среду, он становится объектом. Я, зритель, подхожу к нему и млею. Думаю, блин, какой борщевик. У меня в голове возникают сталинские попытки кормить скот с отравленными коровами и людьми. В общем, у кого-то что-то еще возникает. Тем самым, борщевик — это вариант дюшановского писсуара фактически. Смотрите, я придаю ему значение или вы? Художник, в принципе, рисует все равно что. И это, между прочим, главное таинство современного искусства. Все равно, в общем, какой текст я пишу, самое главное, чтобы он не был понятен с первого взгляда. Потому что все равно это Барт, это не я. Упрощаю, конечно. Но все равно читатель, если я заставлю его прочесть, ну, например, соберу на лекцию и расскажу, какое гениальное искусство мы видим, он вложит в него смысл, некоторую семантику и объявит его искусством. Можно еще одно определение? Это образ, ассоциирующий с прошлым и будущим. Это искусство. Важное определение. Сейчас очень важно. Кто-нибудь еще? Искусство, господа? Искусство. Если говорить о Барте, то он еще разделял его. Говорить о Барте надо на отдельной лекции. То, что человек из этого предмета в итоге понимает. То есть есть некие слагаемые. Это краска, холст, линии организации их. И то, что я, на самом деле, в итоге в этом всем, что я из этого черпаю. Валентина Битина Скворцова. Кто не знает, наш музыкальный психолог программы «Серебряные нити», искусствовед. То есть, извините, будущий культуролог. Поэтому, как бы, она такая умная. Больше нет ни у кого определения. Ну и попыток. Это то, что вызывает благодарение у человека. Спасибо. Ну, честно. Может, это еще направление, которое является активным во всех областях? Ну, это примерно, наверное, то же самое. Ну, и все. Мне кажется, что искусство не может быть без чувства катарсиса. Это оргазм. Я не просто смотрю на борщевик, а, в общем, да. Ну, близкая идея. Ну, как бы, конечно, лучше, чтобы все-таки какой-то объект был. К сожалению, принести писсуар на выставку можно только один раз. Как только ты принесешь его второй раз, эффекта почему-то не будет. И это действительно так. Поэтому, какие еще есть концепции в современном искусстве? Как бы, за что конкурирует современное искусство? Индивидуально. Да. Все хотят быть абсолютно новыми и абсолютно индивидуальными, оригинальными. Да. То есть, каждый хочет принципиально втащить на выставку что-нибудь новое. Ну, вот, да, я считаю, что... Хотел сказать, богу или... Вот борщевик — это довольно типичное такое проявление. Бердяев считал главным образом, что смысл... Я, конечно, я вам прочту пару цитат, если мне удастся пересесть к столу. Но смысл заключается в том, что Бердяев говорит о искусстве и о творчестве, как о повторении человеком на минуточку деяния Божьего. Бог создавал свой мир, и человек в конечном итоге хочет уподобиться Богу и тоже создать свой мир. Он создал, если хотите, он создал в этой книге и дальше... Он создал учение, которое с тех времен называют антроподицеей — оправданием человека. Теодицея в традиционном богословии — это оправдание Бога за наше страдание. Почему он допустил наше страдание? А антроподицея — это оправдание человека через творчество. Не через самовыражение, а через творчество. Бердяев понимал творчество ровно в том смысле, о котором говорили молодые люди. Он понимал его как акт жизни любого человека, как смысл его жизни. Мы создаем внутреннее пространство квартиры. И какой бы ни был дизайн этой квартиры — это может быть абсолютно разрушенная хрущоба, это может быть роскошные рублевские хоромы. Но все равно, если только этот дизайн не делал дизайнер, а люди жили в этом пространстве, то оно будет неповторимо. Человек не может обходиться без искусства в некотором определенном смысле. Он создает и оформляет пространство своей жизни, свой внешний вид. Это его главная потребность. Однако это стало чем-то неприличным. Это сейчас стыдно говорить. В частности, потому что за этим можно услышать, я вот говорю, искусство должно вносить в душу красоту. Не просто я должен застывать в оргазме при виде борщевика. Под катарсисом имеется в виду мое растворение в красоте. Я поэтому сравниваю с оргазмом. Потому что в сексуальном акте я растворяюсь в теле любимой женщины, я растворяюсь в чувстве любви, я теряю себя. Это, господа, и есть катарсис. Объект, в котором я могу позволить себе раствориться. Вы все знаете, когда мы, я не знаю, поднимаемся в горы. Первый раз в жизни или после долгого прерыва приезжаем на алтарь. Выходим на пустой пляж на море. И говорит, каждый в своем месте, в своей точке красоты. Это такая же красота, это такая же внутренняя характеристика той самой духовности. Как, наверное, способность любить. Вот каковы главные потребности, главные стремления современного человека. Об одном мы уже говорили. Кто может обобщить, что такое современный человек, что от него требуется. Основная потребность творчества. Внимание. Ну, я был бы рад. Жить в такое время. Жаль только, что в эту эпоху прекрасную уж не придется. Вот здесь у нас обстановка как раз подходящая к современному туалету. Ну, хорошо. Я надеюсь, что те, кто... Спасибо, кстати говоря, большое за то, что найти эту выставку и эту лекцию очень непросто. Поэтому я вам благодарен, что вы пришли. Правда, и тронут, и благодарен. Извините, что такие истории со звуком. Ну, у нас всегда какие-то истории. Радио России, понимаете. Я хочу сказать следующую вещь. Тогда не хотите, не будете рассказывать, что такое современный человек? Это потребитель. Потребитель. А нафига? Вот, понимаете, на самом деле потребитель – это прекрасная характеристика. Наш бывший министр здравоохранения, ой, фу, тьфу, извините, образование, господин Фурсенко сказал, что больше нет задачи у образования вырастить творческую личность, а есть задача вырастить хорошего потребителя. И искренне не понял, что же он такого плохого сказал-то. Но, если мы говорим с точки зрения психологии, психиатрии, всего чего угодно, то мы говорим чуть глубже. А зачем нужно потребление? Что такое скучно и почему? Надо же как-то развлекаться в свободное время. Вот. Первая и главная задача. Она же – задача современного искусства, о которой мы говорили. Это задача – развлекаться. Что такое развлекаться? Это балдеть. А что балдеть-то будем? Балдеть – не согласен, это очень сложное слово. Это числя труда. Непрерывный отдых. Был бы труд, потому что труд – это творчество. А что нужно для того, чтобы находиться в непрерывном отдыхе? Переход от одной отдельности к другой. Смена состояния. Некоторое понятие «дом» на самом деле постепенно исчезает в этой самой современности. Да, потому что я все чаще слышу, как мне богатые люди говорят. Ну а зачем? Ну вот у меня жена занята. Мы там пожили год на Рублевке. Дом продали, потом пожили где-то еще. Потом поехали пожили в Чехословакии. Сейчас поживем в Италии. Он оттуда из Италии на работу летает. Потом опять вернуться в Москву. И это такая Кукушкина система. Но она, в общем, демонстрирует, что такое на самом деле современность. Но это не единственный принцип. Из чего еще исходят современность? А еще есть такой момент, как искусственно созданные погребности? Ну это те же самые перемены. Суть-то в этом же. Ну как бы он, человек, идет за искусственными переменами, потому что он хочет непрерывного разнообразия. Почему, кстати говоря, сразу туда? А кто-то берется? А это потребность энергии от кредит? Оно берется, на самом деле, на мой взгляд, из двух вещей. Если немножко подумаете, то я думаю, что поймете. Первое. Откуда оно берется? Это главное. Принцип отдыха, от которого я сказала, да. Дело в том, что такие вещи, как верность, требуют усилия. Ну, даже, хотите, в сексуальном смысле. Ну зачем мне нужна моя старая в руках жена, когда я все еще молодой? Мне проще заводить любовниц, потому что для того, чтобы разглядеть в ней ее красоту, молодость, тонкость, ум, заботу. Все, что я в ней когда-то разглядывал. Мне нужно предложить усилия. А некий товар современного искусства в виде молодых, красивых женщин, готовых продавать себя. Ведь фактически любовные отношения в связи именно к этому, правда? В общем, их вокруг очень много. Вообще, покупка, обмен своего состояния, возможно, это состояние печали, одиночества, всего чего угодно другого. Есть самый простой поступок. Он не требует никаких усилий. Я все время пытаюсь объяснить. Гораздо проще купить наркотик, который женщину и органы тот же самый заменяет, чем не то, что за реальной женщиной ухаживать. У нее же там еще капризов, целая куча и на трамвае надо прокатить. А уж гораздо легче, чем пойти и найти красоту на выставке современного искусства. То есть пережить катаксис. Какая вторая потребность современного человека? Главное. Кроме развлечений, они же перемены, они же поиск нового. Может быть, соответствовать стереотипам? Что за стереотипы? Это потребность, между прочим, всем знакомых. Лучше всего, поскольку я же про наши потребности, это потребность в равенстве. Ну, по крайней мере, так ее проще всего назвать. Или потребность в уравне. Обычно в быту она формулируется с помощью фразы «Я не хочу быть хуже других». Или там «А чем я хуже?» На самом деле, очень точно, некоторый приход этого времени в «Горьковском надне» выразил Лукав, если кто помнит. Я могу чуть ошибиться, но он сказал вот эту гениальную фразу, что «Я даже жуликов люблю!» Все блохи черные и все одинаково прыгнули. Все люди одинаковые. И поэтому я не хочу жить хуже, чем Федя. И поэтому ищу себе мужа побогаче, то есть фактически меняю себя на деньги. И покупаю, между прочим, современное искусство я точно так же, в основе своей. В мире искусства этот принцип тоже можно заметить и можно заметить в очень определенном как бы аспекте. Он выражается двумя словами. Первое вы сказали уже о том, что каждый из нас сущность и художник. И второе, с противоположной стороны, ну например, художника всякие обидеть норовить. Почему всякие норовить обидеть художника? Потому что принцип внесения унитаза в выставку или писсуара, простите, позволяет быть художником каждому. Все бложки одинаковые и все одинаково прыгают. Если Галя художник, то чем я худ? Если Вася богатый, то почему я не могу воровать? Им можно, а мне что нельзя? У Пети 30 любовниц, а у меня одна жена. Можно сказать? У меня знакомая художник, она говорила так. Научить можно и обезьяны рисовать, но это не значит, что это будет талантливый художник. Это очень интересный и сложный вопрос. И вот тогда подстает тот самый, если хотите, наш библейский вопрос. А что такое талантливый? Ну в общем, это, наверное, система каких-то вещей, которые я все время пытаюсь... Вот смотри, слышали? Вот тут появляется на арене психиатр талант, это своеобразная ненормальность. Правильно. Я сказал. Поэтому до сих пор, Валя недавно удивлялась, что до сих пор читают очень странную и бездоказательную книгу Ламброза, которая называется «Гениальность и помешательство». Ее до сих пор покупают и читают. Как бы... Это плод чего? В потребности, в равенстве. Ну как бы... Он рисует лучше меня, но он сумасшедший на самом деле, а я нормальный. Супер рисунок. Я тоже художник. Это банка. Ну, я даже не знаю как. Ну вот так, наверное. В ней прыгает какое-то количество блох. Я могу нарисовать банку с изогнутой крышкой, честно, но сознательно рисую цилиндр по одной простой причине. Потому что, на самом деле, помните детский эксперимент? Старшее поколение должно помнить. Очень интересный эксперимент. Если блох сейчас их просто взять, не так просто, я надеюсь, а тогда было проще. Если блох взять и посадить в банку, и банку накрыть крышкой, то они будут подпрыгивать ровно до крышки, естественно. Потому что крышка будет их не пускать. Так вот, если крышку через некоторое время они там попрыгают, потом через два часа эту крышку снять, то выяснится поразительная вещь. Крышки нет, а они все равно прыгают ровно по высоту банки. Привыкли. Я хочу сказать следующую вещь, что вот эта крышка, ну и мама, вот эта наша крышка, она будет иметь возможность двигаться. И в действительности эта крышка, это место, если мы будем считать, что прыгающие черненькие бложки в банке это мы, то эта крышка как раз и будет тем, что мы называем уровнем культуры. Именно за эту крышку, за доступ к ней идет борьба. Ну, например, Илья Глазунов пришел к Путину и попросил запретить современное искусство, собственно говоря, ровно потому, что он боролся за доступ к крышке. Ее вот так придвинуть и бложки выше прыгать не будут, он знает, он это в детстве проходил. В этой банке действует один принцип очень интересный и важный для меня. Потому что, на мой взгляд, беда современного искусства заключается в том, что оно находится в пределах банки. То есть, так как зритель создает искусство, что это значит? Это значит, что художник должен, искусство коммерческое, художник должен это искусство ему продать. Поэтому, на самом деле, он будет исходить из потребностей зрителя. Он будет пялиться на зрителя и думать, что же тебе надо-то, чтобы ты купил. На самом деле, в этом и есть принцип равенства. Вот здесь осуществляется поиск художественного импульса или ключей, как говорит эта выставка. На самом-то деле, мы хотим каких-то больших духовных ключей, а сами считаем их чем? Вот так голос с галерки раздался. Безумие. Ну и сумасшедшие, Александр Ильич, чего вы? Между прочим, чтобы вы понимали, это воистину принцип психиатрии, сформулированный Евгением Блейлером, швейцарским психиатром русского происхождения в середине 20-х годов в принципе шизофрении. В строгом смысле этого слова, это не советские психиатры, это Блейн. Как бы сказал, что все художники, поэты, актеры, ненавидел актеров, революционеры, страдают легкой формой шизофрении, мягкой так называемой шизофрении. Сколько душ погубило это понятие, я сейчас обсуждать не буду. Это тоже тема для отдельного разговора. Однако, чтобы вы понимали, именно так. Как понимает психиатрия? Если блоха утверждает, что она получает информацию откуда-то из-за пределов банки, она сумасшедшая. Итак, вся проблема в том, допускаем ли мы, что за пределами этой банки что-то есть. Современное искусство фактически и хорошее, и плохое. Это искусство, которое полностью соответствует ленинской теории отражения. Оно отражает желание бессознательное, бесконечное море сексуальности своих клиентов. Но оно является, как Ленин писал о Толстоне, зеркалом русской революции. Оно отражает то, чего хочет человек. Как только мы говорим о том, что есть талант, и это не безумие. О том, что есть великое искусство. Великое искусство классическое из чего исходило? За пределами банки что-то есть. И это что-то, вообще говоря, называлось Богом. Не надо стесняться этого названия. Итого, если мы будем рассматривать что-то за пределами банки, тут у нас и начнутся трудности. Я ограничиваю это что-то, просто чтобы нарисовать картинку. Фактически это выглядит так. Есть некое что-то, я называю это что-то нереальностью, обобщенным. Есть некое что-то, которое мы именуем безумием. И есть некое что-то, которое мы именуем сверхъестественным, запредельным, мистическим, Богом, талантом, поскольку это сугубо новозаветный термин, как вы понимаете, из притча о талантах соответствующих. Есть оно или нет? Это для меня решающий вопрос современной культуры вообще. Потому что если его нет, и я пользуюсь заветами Евгения Блеера, а я учился в школе советской, то бишь немецкой психиатрии, я немедленно должен, я посмотрел на это и вызвал 0,3, и сказал, ребята, забирайте. Не зря смеетесь. Вы понимаете, какая штука? Весь ужас заключается в том, что где-то вне этого зала, вне современного искусства, это происходит именно так, непосредственно так. Ну как рассуждал советский суд в отношении Бродского? Ну ты стихи пишешь, тунеядец, психбольницу. Стихов же нет в реальности. Мы просто, когда начинаем обсуждать искусство, это становится так явно. Потому что вот здесь есть, я не знаю, Рубенс, Гоген. Дали. Дали. Многие не любят Дали. Как кто его любит вообще? Неважно. Есть вдохновение. Марию. Здесь тоже самое называется болезнью. Все те же Дали, Рубенсы, Гогены. Все, да, есть справочники, называется это наука психография. Есть справочники психографические, где четко описаны все диагнозы всем великим людям. В частности, советская, ой, русская психиатрия до революции, такой был Николай Морозов, профессор, который описывал Иисуса Христа как типичный случай эпилепсии. Пожалуйста, у меня есть эти книжки. Они как бы, я не знаю сейчас, с тех пор они переиздавались или нет. Весь вопрос, вся разница между современным искусством и искусством классическим заключается в том, как в отношении к нереальности. На мой взгляд, современное искусство считает так, как скажет клиент. Если не желаете, и желаете вам Бога изобразить? Вы верующие? Ну хорошо. То есть принципиально в позиции своей оно считает все это безумно. Если мы считаем, что эта нереальность или запредельность существует, то как вы думаете, это одна нереальность или запредельность? Или две? Вот безумие и искусство. Одна. Ну одна, по всей видимости, все-таки, поскольку постулирование двух бесконечностей как-то окажется очень сложным. Что тогда разделяет эти две нереальности? Здесь искусство, а здесь безумие. Понятие нормы – это что такое? На самом деле это… нет, неправильно, по одной простой причине. Понятие нормы не существует. Ни один, не то что психиатр, ни один врач соматической практики не сможет вам ответить на вопрос, что такое нормы или здоровье. Состояние большинства. Банки. Банки. Да. Это реальность. Все остальное – безумие. Да. Классическая позиция – современность. Неважно. Классическая позиция, которая, в том числе, единственная позволяет уравнивать людей. На самом деле, если я не отношу некоторую нереальность к безумию, то люди в отношениях к этой нереальностью становятся неравными. Итак, давайте попробуем проголосовать. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто считает, что это нереальное, сверхъестественное, божественное, космическое сознание, сверхсознательное, коллективное – это все описание одного и того же, что оно, скажем так, существует как некая реальность? Так. Сколько современных людей? Кто считает, что это не существует? Один человек. А вот девушка, на самом деле, есть настоящий психиатр, а не я. Но я не про это. Я про то, что хорошо. Если она не существует, то чем же тогда отличается безумие от таланта? На самом деле, это же ведь самый простой акт искусства, первый, первичный. Он называется хулиганством. Это попытка нигилизма или отрицания чего-то. Ну, да, случай с Пусть и Рая – типичный пример этой грани, о которой мы сейчас говорим. Я сейчас не хочу, мне девчонок очень жалко. Поскольку они поступали, исходя из принципов современного искусства. Они плевали в лицо общественного вкуса. Они совершали хэппининг, перфоманс. Ну, что получилось, то получилось. Сейчас не об этом. Сейчас о том, что это и есть некий первичный акт. Наследие Дюшана. Искусство – это как два пальца. Я просто притащу унитаз куда-нибудь еще и все. И не важно будет тогда, что я играю хуже других, там, пою хуже других. Самое главное – я дам пощечину, попробую пробить в банке дырку. Но исходить я буду при этом из абсолютно имманентного, как говорят философы, из интересов своей славы, продавания своих пластинок, собственной известности. Весь вопрос в том, как она реализуется, эта амбиция. Что такое талант и в чем его мера? Ну, вот, ходят… Вы, наверное, посмотрели выставку. Мне экскурсию коротенькую провели. И, в общем, идея очень такая хорошая. Дадаистка, еще раз говорю. Это они именно так понимали задачу искусства. Суть лозунгов дадаистов заключалась в следующем. Любая вещь может быть стимулом для творчества. Как только я попробую выявить ее внутреннее скрытое сущностное содержание – экзистенцию. Из дадаистов рождается философский экзистенциализм, а не наоборот. Тогда еще в 18-м, начале 20-х годов экзистенциалисты, будущие, ходят пешком под стоп. А первый лозунг, в котором эта мысль о вещи как стимуле, который позволяет прорваться к трансцендентному, возникает именно у дадаистов. И поэтому отсюда смысл писсуара – это смысл некой… по-французски это объект Труа – магический объект, который как бы сущностный объект, который будет человеческое творчество. Только это не новое в искусстве, это безумно старое. С этого можно считать начался 20-й век. Это модернизм, а не современное искусство. Но это, на самом деле, для нас особо вертикального значения не имеет. Не знаете, откуда идет эта мысль? Она первично, вообще, на самом деле, идет в плато. Она заключалась в том, что каждая вещь может пониматься в качестве символа, и каждая вещь должна напоминать человеку о Боге. Человек встречается с вещью, он должен найти в ней божественную суть. Так вещь у Платона превращается в символ. А символ – это то, что несет в себе одновременно имманентное и трансцендентное, человеческое и божественное. Поэтому в определенном смысле дадаист – это тоже наследники Платона. Вся проблема в том, к чему стремится вот эта культура прыгающих в банки блох. Наша, наша. Я такая же блоха, прыгающая в той же банке и старающаяся не выпрыгивать за крышку, честное слово. Ну, как возможно уравнивать? Здесь придется, извините, вспоминать Ницше. Он говорил, что вот самое страшное в Эссахомо – это человек, если хотите, почитайте. Жалко, у нас переводили его ужасно. Так вот, в Эссахомо он пишет, что людей объединяет в наш мир – недословная цитата – полузнание. Это мир полузнаек, потому что простое знание, краткое. Ну, например, одна из причин, по которой человек приходит к психотерапевту или к психологу. У него такая каша собственных мыслей в голове, что он хочет, чтобы ему хотя бы на каком-то этапе жизни дали простое определение. Сказали, ну, вот ты то-то и то-то. В действительности такое простое определение невозможно. И, в общем, мы понимаем, что ни один такой термин, я не знаю, ты психопат, ты истеричка, ты органик, ты шизофреник. Он никак не может определить человеческую целостность. Однако взаимоотношения в этом обществе могут держаться только на полузнании, на некоторой системе условных знаний, которые всех устраивают. И когда я начинаю размышлять чуть глубже иногда и на Радио России, и на работе, на меня так смотрят печально. Вы несчастный человек. Нельзя так думать. Нельзя. Это опасно. Сойдете с ума. Для того, чтобы, смотрите, для того, чтобы хранить верность, например, одной жене, одной идее, или какому-то кругу идей, или самое главное, чему-то, что мы называем нравственностью. Нужно углубиться в эти объекты, идеальные или реальные. Нужно потратить усилия, как мы говорим. Это сложно. Легче подобрать, кто-то тут говорил, некоторую формочку. Даже не форму, а формочку. Какое-нибудь простенькое название. Или простенькую теорию, которая мне объясняет мои сомнения и колебания. И этого достаточно. В сущности, ведь современное искусство – это то же самое. Это подбор формочек в песочнице, которая вас устроит. Для чего хотите? Для ваших воображений, мечтаний и даже безумств. Хотите чувствовать себя безумным? Вы там можете, не помню автора, любить поп всю гвязь. Гладенько, прилизанно, очень мистично. Из пней торчат загадочные глаза. Вы вполне можете чувствовать себя безумным, если хотите. Что такое безумие, я, наверное, объяснить могу. Безумие – это творчество безумного человека. Оно несет в себе очень конкретную и функциональную цель. В отличие от искусства и творчества вообще. Искусство душевно больных – это язык, который больной человек использует для того, чтобы как-то объяснить, передать врачам. В первую очередь, врачам. Во вторую очередь, близким. Ну, хоть кому-нибудь. Свое состояние, которое он не может выразить словами. Поэтому творчество душевно больных может быть очень красивым. Он рисует очень красивый цветок, такой вангоговский, подсолнух. Потом муха сюда отряжет. И потом объясняет. Вангог был болезненно нормальным человеком, на самом деле. Это легенды. Вангог не был сумасшедшим. Даже близко. Но это разговоры по теме. А я пытаюсь объяснить следующее. Когда он садится с этим рисунком перед врачом, он говорит – вот эти семечки – это черти или злые ангелы, которые собрались в рой для того, чтобы выесть мне душу. Видите, они точно ориентированы мне на силу. Каждый лепесток этого цветка что-то значит. Ну, например, отлучивание от него. Это я конкретно его больного вспоминаю. Отлучивание от него связей. Вот цветок – это как луковица. Отлученные лучики связей. Вот меня любила Даша, мама, папа. А теперь меня никто не любит, потому что мое сердце выел вот этот центр подсолнечника. Обратите внимание. Современное искусство, все чаще и чаще в нем появляются подписи. Грубо говоря, мне нужна Настя, куратор этой выставки, чтобы я понял глубокомысленность ключей. Потому что если между мной и картиной нет искусствоведа, который мне что-то объясняет, или критика, то я без подписи этой глубины не пойму. И смотрите, какая интересная вещь получается. Современное искусство, не замечая этого, иногда замечая, но, как правило, не замечая в каких-то своих арт-группах, начинает все больше и больше походить на подлинное безумие. Хотя оно пытается подражать блохам, прыгающим в реальности. Оно вот здесь, да, мы договорились. В основном вот здесь. Нет трансцендентного начала из этой нереальности каким-то образом исходящего. А почему это получается, я тоже могу объяснить. На самом деле, что делает художник, вот, ну, сумасшедший, хорошо, больной психическим заболеванием, который рисует мне этот подсов. Он пытается причину своего страдания изобразить в образах знакомой мне реальности. Он, свое чувство, пытается воплотить сюда в банку. Заземлить, материализовать, не только в виде очень похожего на настоящий подсов, но и в виде конкретных образов. Чем это отличается от великого искусства? Что оставляет великого искусства? Вот понимаете, посмотрите. Есть очень интересная вещь. Она заключается в том, что современное искусство, если оно взаимоотношения в этом обществе равных, они на чем основаны? На власти. Ну, там неважно. Мы выясняем, кто в семье главнее, кто кого должен кормить, у кого больше денег. Мы непрерывно, одновременно стремясь к равенству, выясняем, кто начальник, кто будет за нас отвечать. То есть на общем безумие? То есть на общем безумие. Совершенно точно. На самом деле суть дела заключается в том, что современное искусство тоже стремится в власти. Ну, над душами. Чтобы покупали. Для того, чтобы создать дискурс. И это значит, что оно должно, как тот больной, мне объяснить, почему я заинтересован в этом искусстве. И это главная задача, так как это коммерческое искусство. Я это сказал изначально. О критиков, искусствоведов. Это, собственно говоря, банальный пиар, торговое внушение, маркетинг. Как ни странно, обратите внимание, вот это очень важно для меня. Как ни странно, это все становится действительно похоже на безумие. В результате этого усилия перенести какое-то ощущение, которое человек ощущает там, в своем воображении, в реальность. Вот что такое психоз. Одно дело сказать, я испытываю беспричинный страх. Другое дело, мы называем этот момент кристаллизацией бреда. Другое дело, когда этот беспричинный страх, я говорю, что это меня преследуют агенты КГБ. Они остались, КГБ жив. И он непрестанно меня преследует. Это образы реальности. Понимаете, о чем я говорю? Я, будучи душевно больным, хочу быть здоровым, хочу пройдет, как все блохи. Я не умею... Сейчас не будем выяснять причину. Я не умею оставлять нереальности свою роль. Я пытаюсь все объяснить, исходя не из своих ощущений и знаний вот здесь. Я пытаюсь объяснить это с помощью вот этой реальности. Я хочу быть таким, как все. Великий художник, я имею в виду. Великий художник. Не хочет ведь быть таким, как все, правда? И тогда он жертвует непродаваемостью своей. Вот есть трансцендентный мир за пределами банки. Банка – это стекло. Каким образом можно проникнуть сквозь банку для того, чтобы двигать крышку? Для того, чтобы оказывать какое-то влияние на прыгающих лошадок? Есть такие способы? А? Но кто-то же двигает крышку. Крышка подвижная изначально. Какие-то катаклизмы глобальные? Ну, я обманываю. Можно разбить стекло банки, правда? Попробовать произвести революцию по этой творчеству. Пощечину общественному вкусу. Сыграть панк-рок на амбоне. Плохий вырву. Всех. Внести писсуар туда же. О-о-о-о. Да-да, знаете, как писали про выставку Марселия Дюшана? Она больше эффект произвела на общество европейское, чем революция в России. Писали. Он что? Хочет сказать, что он нас описывал? Такой был скандал общественный. То есть, ничуть не меньше, чем спусирают. Как бы... Больше. Как бы... Что еще можно сделать? Так, такое тоже пробовали. Александра Второго пристрелили. Не помогло. Это поломка крышки, да? Ну что? Народовольцы... Именно. Они ломали крышку. По-моему, даже кто-то там... Типа Нечаева об этом даже и говорил. Именно в этих терминах. Крышку сломал. И... Все. Стеклорезом. А... Стеклорезом... Ну, по-моему, банка не выдержит. Ну, может, выдержит. В общем, можно и стеклорезом, да. Еще какие способы? Раскачать банку, побылить можно. Крышка не упадет. Чтобы блоки кусали нереальности. Крышка не упадет. Нельзя. Вот тут вот, как нас в банку посадили, так и сидим. Я хочу, на самом деле, предложить какие-то очень простые способы. Ну, во-первых, во-первых, как на самом-то деле в эту банку проникает нереальность. Мы же об этом все время и говорим. Ну, в общем, если это нереальность, да, то к стеклу же можно поднести текст, картину. Она же прозрачная. Банка-то. Я называю поэтому подлинные произведения искусства для себя, внутренние, прозрачными. Они не пытаются проломиться в банку. Обратите внимание, да, Христос же не создал никакого учения. Даже не оставил текста. Он оставил притчи, которые ученики передавали друг другу. Наверное, сквозь банку стеклянную. Звук, в общем, проникает. Правда? Вибрация. Обычный способ, оставляющий нам свободу, это на самом деле текст, картина, которую можно прислонить к стеклу, чтобы люди видели, но при этом это никак не повлияет на них прямо. Не ограниченных свобод, не сдвинет крышку. Мы вольны читать этот текст, не читать его. Вольны прочесть и плюнуть. А можем прочесть и взбунтоваться. А можем прочесть и взбунтоваться, но все равно не взбунтуемся сразу. Все равно это будет наш выбор, если останется только текст, а не появится кого-то, кто будет манипулировать с крышкой. А есть еще метод стеклореза, который, наверное, связан, ну, мы все знаем, с искусством внутри банки что-то такое, да, там, кораблик туда вставлять. Который связан с очень тонкими отверстиями. Но в чем проблема? Вот смотрите. Здесь есть некоторый свет. Этот свет падает на предметы людей, находящиеся в банке. В чем трудность? Если эта нереальность как сущность существует, то в чем трудность? Почему в результате побеждает то самое полузнание или те самые лозунги, например, которые могут сломать банку, взорвать ее изнутри? Хотя это, в общем, достаточно опасное мероприятие, взрыв этой банки. Неизвестно, где мы все окажемся. Почему? С чем это связано? На самом деле с усилием. Я думаю, что по поводу стеклореза. Я столько, в общем, занимался этими стеклорезами, что мне уже, наверное, стыдно. Из неопубликованных при жизни записных книжек Розанова. Ее, наверное, в моем исполнении многие читали. Мой Бог. Это моя бесконечная интимность. Это моя бесконечная индивидуальность. Интимность похожа на воронку или даже две воронки. И вот дальше послушайте, внимательно. От моего общественного Я идет воронка, суживающаяся до точки. Через эту точку просвет идет только один луч от Бога. За этой точкой другая воронка, уже не суживающаяся, а расширяющаяся в бесконечность. Это Бог. Там Бог. Так что Бог – это и моя интимность, и бесконечность, в коей сам мир часть. Я имею в виду, чтобы не цитировать, сами понимаете, я не могу. Я имею в виду стеклорез. Если Розенов говорит о Боге, то вот она воронка, которая… Вот две воронки, которые он имеет в виду. Одна воронка – это воронка, направленная в банку с блохами или из банки с блохами, как хотите. Другая воронка – это воронка, направленная к трансцендентному. Какое состояние Розенов называет стеклорезом? Что это за состояние? Ровно то же, которому посвящена эта выставка и слова Платона из Тимея, которые я вспоминал. Возникают какие-то минуты, они, европейцы называют эти минуты, размышления. Когда я закрываю общественную воронку и начинаю раздумывать о чем-то очень важном для меня, не важно почему, тогда из этой точки концентрации открывается другая воронка. Когда я могу закрыть общественную, тогда из этой точки концентрации приходит луч от Бога. Почему я про этот стеклорез сейчас говорю опять? Потому что вот эта точка и есть ключ. Это то ощущение, на котором сосредоточено внимание. На самом деле все очень просто. Ведь сознание – это и есть внимание. Когда я для обдумывания, а Декарт считал это европейским вариантом медитации, когда я для обдумывания концентрирую на чем-то внимание, закрывая общественную воронку, ко мне начинает проникать луч от Бога. Но, простите, искусство и творчество вообще требуют концентрации внимания. В чем вопрос? Почему? Чего не хватает? Что такое усилие? Ну, я сконцентрировал внимание, ушел в глубокую медитацию, допустим, научился. Не велика наука. Дальше-то что? Постижение истины. Дальше следуют усилия. Потому что на самом деле само по себе это ощущение, его все равно никогда не достаточно. Дальше я должен разобрать какие-то нюансы, которые попадают в мою воронку, поскольку это моя воронка, всегда имеет какую-то свою форму. все зависит от того, насколько я тренируюсь и стараюсь уделять внимание тем деталям переживания, которые на психически больного рушатся только так, по причине, сами собой, по причине того, что, ну скажем так, его банка менее прочна и более, из более хрупкого стекла. Я должен тратить на это усилия. Поскольку мне недостаточно направлять внимание только в одну общественную воронку, а это непривычная усилия. И я тем самым начинаю отделяться от общества, между прочим, потому что мне на это нужно время. Оно не возникает просто так. Чего? Десять минут. Все? Да. Я вот что хочу сказать, чтобы объяснить, типичным примером для меня является Кавка, между прочим, о котором мы на этой неделе тоже будем говорить. Кавка не был сумасшедшим, господин. Хотя это общепризнанный пример сумасшествия. На самом деле это был обаятельный, с чувством юмора молодой человек, которого очень любили сверстники и ничего не знали, кроме Макса Брода, о всем том безумии, которое содержалось в его рассказе. Зато Кавка мастер нюанса, оттенка. Он это свое состояние воображения прорабатывал до конца в деталях и словах. И не хотел, чтобы в это состояние лезли другие образы. Даже женщины. Он, как бы, пользуясь словами Розенова, просто до конца захлопывал эту общественную воронку. И его не очень интересовало, чего там принципиально подумают по этому поводу Блохи. это было, пусть эгоистично, но это было его личным переживанием, которое не валилось на него саму, которое он искал. потому что, если вы почитаете записные книжки-картки, вы увидите, что там потрясающие философские мысли. он не увлекался философией, богословием. Это были его внутренние переживания. все зависит как бы от того, что ценнее это для человека, где он ищет нюансы в этом своем прорыве к трансцендентному. он все равно, это слабое утешение для коммерческого искусства, он все равно останется, если его усилие будет связано с постижением этой воронки. но, почему мне так нравится принцип ворона, чем больше я раскрываю эту ворону, тем больше я автоматически закрываю эту. чем больше я стараюсь быть и жить не хуже других, тем больше эта воронка у меня не работает. А с закрытой этой воронкой, как ни странно, человек начинает сходить с ума. Если мы с вами постулируем существование нереальности, то, увы, люди, которые погружены в нее и прислонят к нашей банке что-то, что не ограничит нашу свободу, но заставят задуматься, создадут вот это прозрачное произведение искусства. но только оно зависит от глубины проработки этих ощущений. То ли здесь, то ли здесь может появляться наркотическое ощущение, но куда же современное искусство без наркотиков? однако это всегда будет, я не буду о другом, нет времени, однако это всегда будет простое переживание, полузнание. Короткая яркая картинка. Очень понятная, ну даже на уровне вот там, на той стене, чудовище. Да, ну такое симпатичное, гармоничное. Поскольку это работа, направленная на осознание тончайших нюансов переживания. Возможно, все зависит просто от названия. Вот если культура с начала двадцатого века называет такое переживание болезнью, то мы все начинаем сосредотачиваться на банке и получаем ровно такое же искусство. Наши собственные зеркала. Считаем мы эту общественную воронку, эту воронку к Богу несуществующей, ненужной. Остается только один выхлоп. Только считать безумие. Обратите внимание, если брать справа и лево полушарное взаимодействие, то вы сразу поймете, что это вот справа. То есть слева от меня это разумное. Это разум выделяет эту половину. Поэтому я и по инерции так рисую. Здесь безумие, а здесь трансцендентное искусство. Весь вопрос заключается в том, что некого катарсиса или вдохновения, или просто инициальности, о которой повествует эта выставка, недостаточно. Дело в том, что нужно осмышление того, что ты получил. Осмышление смыслового наполнения. А для того, чтобы это осмышление пошло, нужно, чтобы мы считали связь с трансцендентным необходимой частью реальности, как минимум. Чтобы мы не отрицали ее внутренне. Чтобы это в нас не рождало протеста. Потому что вот этот вот протест – страх. Он и создает безумие. Потому что мы начинаем бояться и пытаемся все образы, которые мы получаем, не разводить в нюансах, а воплотить в образах этой же банки. Так образуется бред. Вот этот вопрос для меня самый главный. Это вопрос, с которого я начал. Это вопрос ограничения. Мы все время пытаемся ограничивать собственную реальность, потому что нам кажется, что все остальное является безумием. Если мы перестаем бояться думать, то на месте безумия начинает появляться искусство. По одной простой причине. Искусство в общем не может полностью зависеть от этой воронки. Частично может, конечно. Художнику надо на что-то жить. И всегда надо привести. Однако любой человек, когда подходит к полотну, говорит, в этом есть подлинность или в этом нет подлинности. И эта подлинность, она всегда вопрос. Он имел контакт с этим трансцендентным, с этим самым духовным миром? Это искусство откровения? Или это подделка под меня? Мы это нюхом чувствуем. Это все, что я успеваю сегодня сказать, нас уже выгоняют. Все мои книжки, наверное, многие знают, так или иначе посвящены отношениям искусства с трансцендентным. Там есть двухтомник в комментариях Божественной комедии Данте. Это не книга о Божественной комедии. Это моя книга о нашей психологии во взаимосвязи вот с этим началом нереально. Поэтому, если кому-то интересны детали, я думаю, вы не пожалеете. Есть книжка, которая очень похожа. Она когда-то называлась «Прорыв в гениальность», я ее переработал. Там я эту же нереальность называю гениальностью. Эта книжка теперь в новом издании называется «Ключи к смыслу жизни». Она, по-моему, у ребят тоже есть. И там, и там гора упражнений, связанных вот с этой частью работы. Я еще раз очень благодарен вам всем за то, что вы пришли. Всего доброго. Друзья, спасибо еще раз, что присутствовали на нашей выставке и на лекции Александра Геннадьевича. Мы приносим извинения за технические здесь моменты. И еще раз, Александр Геннадьевич, мы выражаем от наших экранов вам огромную-огромную благодарность. Спасибо большое. До следующих встреч мы должны освободить помещение. Спасибо. 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 Спасибо.